Смородина Виксни Об истории создания Смородина, особенно красная, настоящая кладезь витаминов. Кроме того, этот кустарник служит украшением участка. Начинающие садоводы часто сталкиваются с проблемой, какой сорт выбрать. На смородину Виксни стоит обратить внимание. Этот гибрид получился в результате опыта латвийских ученых Т. Звигины и Авиксни. Исходным материалом послужили семена смородины Варшевича. В конце 90-х ягода внесена в госреестра, рекомендована для выращивания на северо-западе и в Черноземье России. Характеристики культуры Сорт Виксни делится на два вида – красный, вишневый или гранатовый и белый. Все характеристики у них практически одинаковые, отличаются только цвет и вкус ягод. Смородина, белая Виксни, альбинос, красный или сортовый подвид. Смородина, вишневое – описание сорта, который стоит рассмотреть внимательно, может вырастать до полутора метров. Побеги коричневато-серого оттенка, иногда даже черные, имеют прямую форму. Почки маленькие, продолговатые. Листья волнистые, насыщенно-зеленого цвета, петелопасные. Цветы блюдцевидные, средние. Распускаются на 15-сантиметровых кистях. Чашелистики полосатые и бледные. Внешний вид сорта ягоды отличается немного вытянутой округлой формой и наличием выраженных прожилок. На вкус они кисло-сладкие, что приятно освежает в жару. Один плод может достигать в весе до 0,9 грамма. В мякоти попадаются косточки. После созревания ягоды не осыпаются. Но собирать их рекомендуется, не отрывая от кисти, чтобы не повредить кожицу. Вишневый подвид темно-красный, напоминает по цвету вишню или зерна граната, отчего его нередко называют гранатовым. Белый на самом деле имеет желтоватый оттенок. На этом различия садовых красавиц заканчиваются. В остальном их характеристики одинаковы. Важно! Смородина красной виксни содержит большое количество пектина, который выводит шлаки и токсины из организма. Также этот вид считается самым богатым по содержанию витамина С. Виксни – смородина с высокой урожайностью и морозостойкостью. Относится к среднеранним сортам, устойчива к болезням и паразитам. Обе разновидности приносят плоды на 2-3 год после посадки. Посадив растения ранней осенью, можно добиться первого урожая уже летом. Правда, его будет не так много, где-то 2 килограмма с куста. Смородина вишневая обычно цветет в мае, а к июле уже воспевают ягоды. Максимум плодов кустарник дает на 6 году своей жизни. В среднем урожайность викс не доходит до 7 килограмм с куста. Хотя при благоприятных условиях можно собрать до 10 килограмм ягод. Иными словами, 1 гектар культуры может принести 17 тонн урожая. Агротехника. Лучше всего посадить соженицы в начале октября или в конце сентября. Молодой смородине нужно успеть окрепнуть и укорениться, прежде чем наступит холода. Поэтому запас времени должен быть от 2 до 3 недель. Идеально, если температура воздуха на момент посадки будет не ниже плюс 6 градусов. Весной появятся побеги, а к июлю можно рассчитывать на первый урожай. Этот кустарник можно сажать и весной. Главное, успеть перед набуханием почек. Но в этом случае ягоды появятся только на второй год. Большое внимание нужно уделить саженцу, который планируется посадить. Лучше всего отдавать предпочтение двухлетнему кустику. У него уже развитые корни, а ветви задеревенели и окрепли. Если на коре местами видны трещинки, ничего страшного. Это нормально. Главное, чтобы не было молодых побегов и листьев. Следующий важный этап – подготовка участка. Необходимо придерживаться нескольких правил. Место под посадку должно быть солнечное и защищенное от ветров, желательно у забора. Или любой другой изгороди. Грунт обязательно выбирать увлажненный, но не заболоченный. Подземные воды должны находиться не ближе 80 сантиметров от верхнего слоя. Земли и почва обязательно суписанная или суглинистая, легкая и слабокислая. Иначе корневая система смородины может ослабнуть, это приведет к снижению урожая или даже гибели культуры. Очищаем землю от сорняков. Прежде чем посадить смородину сорта Викси, необходимо очистить участок от сорняков и корней. Затем перекопать землю, чтобы влага лучше впитывалась. Кстати, этот метод также оптимизирует аэрацию. Данные манипуляции нужно произвести за несколько месяцев до планируемой высадки. Если же посадочные работы проводятся весной, то землю лучше подготовить еще с осени. Стоит более детально рассмотреть тонкости посадки вишневой смородины. Для начала в земле делают углубление примерно на полметра. Расстояние между саженцами оставляют приблизительно полтора метра. Готовят питательную смесь, смешивая перегной и торф в соотношении 1-2 и добавляя 250 грамм. Суперфосфат и немного калия. Не помешает древесная зола, затем эту смесь вливают на 2 третих в лунку. Не стоит забывать о воде. При посадке на каждую ямку понадобится около 5 литров. После полива лунки нужно расправить корни саженца и опустить его в землю под углом. В 45 градусов засыпать лунку и слегка придавить грунт возле корней. Укоротить смородиновые побеги до 15 сантиметров. Должно остаться примерно 5 очек. Замульчировать, чтобы сохранять влагу. Для хорошего развития одной правильной посадки будет недостаточно. Нужно знать, как ухаживать за смородиной. Сорт Викс не относится к неприхотливым растениям. Кустарник придется поливать через каждые 3 дня, особенно во время цветения и формирования ягод. Важно! Кроме того, обязательно регулярно удалять сорняки. Только так можно защитить культуру от ли и забивания почвы. Оптимально рыхлить грунт вокруг кустарника, но при этом не повредить корни. Что касается подкормки, то она производится трижды. Первый раз до цветения не мочевиной или амелиачной селитрой. Второй при формировании ягод обычно птичей или коровьей помет. Третий период осенней обработки калийной и фосфорной смеси. Многие сорта смородины, помимо всего прочего, нужно обрезать. Викс не к ней им не относится. Достаточно всего лишь удалять пострадавшие сухие ветки по весне. Преимущества и недостатки. Как у любого садового растения, у смородины Викс не есть свои сильные слабые стороны. К преимуществам, отличающим этот сорт от других, можно отнести следующее. Рассматриваемый сорт, независимо от того, белый это подвид. Или красный. Выдерживает экстремально низкие температуры даже без дополнительного укрытия. Смородина Викс не способна длительное время обходиться без влаги и легко подстраивается под смену климата. Температура воздуха урожая всегда обильна и радует не только глаз. Но и вкусовые ощущения. Спелые ягоды не опадают и не теряют свои привлекательности и аромата. К сожалению, культура не защищена от некоторых недостатков. Подверженность покраснению листьев в результате поражения тлей возможно. Небольшое снижение урожая из-за раннего созревания почек. Неожиданные морозы могут навредить снежным плодоносам. При длительной засухе ягоды становятся мелкими и приобретают кислый вкус. Свежие. Ягоды нельзя долго хранить в неизменном виде. Смородина быстро портится. Зная несколько этих хитростей, любой садовод сможет вырастить у себя на участке потрясающую культуру гранатового сорта.